Глава региона Евгений Куйвашев свозил московского гостя, федерального министра энергетики Николая Шульгинова, на турбинку, на одной из ведущих предприятий региона, обеспечивающие энергетическую импортонезависимость страны. Уральский турбинный завод выпускает каждую вторую теплофикационную турбину, действующую на крупнейших энергообъектах, как в стране, так и в ближнем зарубежье. Несколько лет назад Уральский турбинный завод выпускал одну турбину в квартал, то сегодня Уральский турбинный завод в месяц полторы-две турбины делает, поэтому, конечно, видим хорошую динамику. Глава Минэнерго в сопровождении губернатора и полпреда президента Владимира Якушева прошелся по цехам завода, спрос на продукцию которого после ухода с рынка зарубежных конкурентов растет с каждым днем, и предприятие готово его удовлетворить. За последние пять лет турбинка инвестировала в свою модернизацию 2,5 миллиарда рублей. Это позволило оснастить завод не только новыми станками, но и открыть участок плазменной резки и орбитальной сварки, запустить портальный фрезерный обрабатывающий центр, участок лопаточного производства и центр, восстановление деталей горячего тракта и компонентов холодной части газовых турбин. К слову, российская дочка швейцарской компании «Зульцер» успела до санкций локализовать на заводе в Екатеринбурге полный цикл восстановления. Если мы хотим, чтобы у населения, у наших сотрудников были те цены на электричество, которые можно не особо замечать, то, что сейчас происходит, то, конечно же, для инвест-программ генерирующих компаний поддержка нужна, и они получили. Увиденное убедило министра в конкурентных преимуществах турбинки. Заказами завод будет обеспечен. И сегодня мы убедились в том, что сегодняшние заказы, которые выполняют завод, они выполняют обязательства по срокам. Мы так надеемся, и у нас нет сомнений. Поэтому, учитывая конкурентные преимущества, я думаю, что и при конкурентном отборе на последующие годы они будут иметь конкурентное преимущество для обеспечения производственной программы. На заводском совещании посланцы федерального Минэнерго обсудили импортно-независимое будущее уральских предприятий энергетического толка. А на заседании регионального штаба власть обсудила с федеральными чиновниками детали социальной газификации. Позже на брифинге губернатор озвучил размер льготной дотации, на которую, кроме малоимущих семей и пенсионеров Свердловщины, теперь смогут претендовать учителя и врачи из сельской глубинки. Компенсируем часть затрат на установку газового оборудования как в домовладении и прокладку в сети. Это 70 тысяч рублей. По нашему региону сегодня в среднем цена оборудования и обустройства участка под газификацию 120 тысяч. Поэтому вот 70 тысяч мы компенсируем.